Депутаты областной думы собрались сегодня на очередное заседание. На повестке было 13 вопросов. Обсуждение ряда из них выдалось острым. Подробности у нашего парламентского обозревателя Елены Казаковой. Из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет территориального поступили почти 70 миллионов рублей. В том числе на оплату труда и стимулирующие выплаты медработникам, закупку дезинфицирующих средств, масок и перчаток, приобретение компьютеров и программного обеспечения. Депутаты, в свою очередь, напомнили заместителю председателя правительства Анне Тимофеевой об аппаратах для тестирования на ковид. Эта тема поднималась на прошлом заседании парламента. Уже прошел месяц. За месяц можно было уже и купить, и поставить. А то происходит определенное несоответствие. За счет фонда ОМС приобретаются компьютеры, а необходимое оборудование для диагностирования коронавирусной инфекции так и остается где-то в облачном хранилище. Чтобы в Старорусской ЦРБ развернуть лабораторию, проводящую тестирование на ковид, необходимо иметь допуск по уровню 34-й патогенности лаборатории. Данного допуска нет. И далее провести капремонт необходимых помещений, начиная от вентиляции, которой там нет, заканчивая всем оборудованием. По словам Анны Тимофеевой, все подготовительные работы, лицензирование и приобретение аппаратуры обойдутся бюджету в 15 миллионов рублей. Средства такие не заложены. Поэтому принято решение увеличить мощность двух имеющихся в области лабораторий, занимающихся исследованиями тестов на коронавирус. По информации правительства, сейчас срок ожидания результатов составляет три дня. Зашел на заседание разговор и о нововведениях в системе образования. Из государственной казны поступили 78 миллионов на выплаты классным руководителям. 3000 педагогов региона с 1 сентября ежемесячно будут получать дополнительно 5000 рублей. Но в каком формате учителя будут преподавать в новом учебном году? Депутат Дмитрий Игнатов попросил прокомментировать информацию о включении Новгородской области в ряд субъектов, где в рамках эксперимента якобы продолжится дистанционное обучение. Я как относительно того, что я категорически против этого. И как родитель, и как человек, который представляет интересы избирателей, скажите, пожалуйста, правда это или это все слухи? И что-то в этом плане сейчас делается или нет? С 1 сентября в Новгородской области открывается учебный процесс в обычном режиме с учетом соблюдения санэпид-требований, естественно, которые будут к учебному процессу предъявлены. Дети пойдут в школу и пойдут на свои линейки 1 сентября. Анна Тимофеева заверила депутатов, что проект цифровизации образования никакого отношения к дистанционному обучению не имеет. Речь идет только о закупке современного компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также о повышении квалификации педагогов. В этом году в области 102 образовательных учреждения войдут в систему цифровой среды. Елена Казакова, Михаил Серов. Новости Новгородское областное телевидение.